Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы спрашиваете, с тем, что вас волнует, видимо. Значит, подскажите, пожалуйста, как правильно должен быть оформленный вопрос к психофрукту? Вопрос оформленный должен быть так, как вам это удобно. Все необходимые информации, которым будет понадобиться психологу, вся эта информация будет получена в ходе общения между вами и психологом. Может быть, психолог ответит вам по сути вашего вопроса, по сути вашего описания ситуации, которая вас волнует. А вы уже, исходя из ответов психолога, будете сами задавать вопросы, которые, соответственно, вас волнуют. Если речь идет о отдельной ситуации, то здесь психолог дает оценку, дает рекомендации, как себя вести, дает определенные обратные связи. То есть вы уже сами смотрите на то, понятно ли вам все или нет. Вы знаете, у каждого человека запросы разные. У кого-то есть проблемы, тогда лучше выяснять, что вообще человек из себя представляет. Тут, чем больше информации, тем лучше. Тогда есть конкретная ситуация, в которой человеку нужна помощь. И здесь, на самом деле, далеко не всегда полезно видеть и искать в этом проблему, а просто решить эту ситуацию вместе с клиентом, так как ему будет удобно и все. И клиент, решив эту ситуацию, может быть, будет жить дальше и жить счастливо, и жить хорошо, да? Такая проблема или выделение из этой ситуации проблемы может привести к тому, что у клиента будет не самая лучшая реакция, не самое лучшее дальнейшее поведение. То есть вообще никак, никаких требований к вопросу нет. Как хотите, так и задаете. Никаких требований к описанию ситуации нет. У каждого свои индивидуальные способности к описанию, к постановке вопроса, к повествованию, к выражению мыслей и так далее. То есть психолог — это опять психолог, чтобы из того, что дает ему клиент, увидеть самое главное. Но опять же ориентируясь на желание клиента. Это важный момент. Потому что психолог, в отличие от врача, психиатра или психотерапевта, он ориентируется на то, что клиенту важно. И уже работает именно с этим. Там потом могут быть другие варианты. Например, психолог может сказать, что то, что вам важно, связано вот с этим. И если вы хотите, чтобы у вас это было хорошо, то нужно поработать, например, вот с этим. И либо клиент соглашается, и они работают, либо клиент не соглашается, и они не работают. Все зависит именно от желания и потребности клиента. Ведь клиент, в отличие от пациента, воспринимается как вполне равноправное лицо, равноправный член диалога. И, соответственно, договор ведется именно в таком ключе. Вот. Дальше. Это предложение. Все должно быть оформлено в одном предложении вопросе. И всегда ли это возможно? Нет. Далеко не всегда. Нет. Это слишком жесткие рамки. Или это может быть текст, развернутый описание проблем и конкретные вопросы по тексту, которые волнуют. Да, это вот гораздо лучше. Потому что тут есть возможность у клиента выразить свои мысли, свое отношение, задать вопросы. А психолог получит более развернутое представление о ситуации, даже не проблеме о ситуации. И, помимо вопросов, значит, обратить внимание на то, что, по мнению его, как профессионала, тоже заслуживает необходимости обсудить. Это зависит от стиля работы психолога. Знаете как? Стиль работы психолога – это стиль работы. Но клиент все равно выражает свои мысли и начинает общение, предлагает общение так, как ему комфортно. Если психолог, в каком бы стиле он не работал, будет общаться так, как клиенту некомфортно, то общение не получится. Поскольку все психологи – это психологи общения, то, соответственно, любое общение психолог воспримет как адекватное для себя. Клиент подстраивается по стиле работы психолога или психолог общается с клиентом о том, чем клиент обратился. Вот скорее второе. Но важно и понимать, что у психолога тоже есть стиль работы. И клиенту либо нравится стиль работы психолога, либо он его устраивает, либо нет. Я бы даже сказал не стиль, а подход. Далее, вы пишите, допустим, у меня нет проблемы, которые я хотел бы решить. У меня есть подробное описание ситуации и конкретные вопросы к ней. На вопросы ваши можно ответить, ситуацию можно проанализировать. На основании нее уже, если у вас будет желание, на основании нее уже можно будет выделить определенные проблемы. Если эта ситуация произошла в первый раз, то, может быть, это не проблема, а просто случайность. Если такие ситуации повторяются, то это проблема. Или сценарий, как говорят психологи. Я бы хотела получить взгляд психолога на ситуацию и ответы на вопросы. Ответы на вопросы – да. Взгляд на ситуацию… Опять же, взгляд на ситуацию с позиции… Кого вы хотите получить? С позиции психолога, понимаете? Взгляд психолога – это немножечко не так. Можно дать взгляд с позиции различных школ психологии. Например, с позиции психоанализа, с позиции анализа взаимодействия, с позиции генштартера подхода, с позиции экзистенционального подхода, с позиции сагнитивного подхода, с позиции логотерапии, например. С позиции гуманистической психологии. То есть очень много подходов могут быть, поэтому взгляд психолога на ситуацию, ну я не знаю, взгляд это вот, вы смотрите, да, в каком подходе работает психолог, или вы смотрите, какой школой пользуется психолог, какие у него методы. И вот исходя из этих методов, психолог даст вам свой анализ, свой взгляд, а просто взгляд психолога, ну понимаете, если просто для психолога, то это вот со всех школ, если это рассматривать, то тут очень много будет текста, и я не думаю, что вам это все нужно. Ну вот, ответ на вопросы, да, вот ответ на вопросы, это безусловно, тут вот сразу уже, опять же, либо отмечаем учительный вопрос, либо анализируем, почему вас это волнует. Так, можно ли получить такую консультацию? Да, можно, обязательно ли нужно формулировать какую-то определенную проблему? Нет. Нет, не обязательно. Дело в том, что люди, они могут сами не знать о своих проблемах, поэтому я полагаю, что формулировать проблему не стоит. Это человеку нужно сделать. Вообще, сперва, между психологом и клиентом заключается такой контракт, то есть, ну, такой словесный контракт, контракт. То есть, чего хотите вы, например, чего хочет психолог, например, для чего вы здесь, для чего здесь психолог, вот эти все вещи определяются, и потом уже, исходя из этого, строится дальнейшая работа. То есть, вы, например, обращаетесь к психологу, говорите, здравствуйте, вот у меня есть такая ситуация, вот я хотел бы получить по ней консультацию. Психолог говорит, хорошо, значит, описывайте свои ситуации, вы ее описали, нам дали вопросы, психолог говорит, вы чего хотите, вот здесь и сейчас, что вы хотите от психолога получить? И вы говорите, что я хочу получить анализ ситуации, да, значит, той, ну, анализ ситуации, той школы, которая вам, например, наиболее симпатична, вот, ну, или по вашей методике, вот, анализ ситуации. И ответы на вопрос, психолог говорит, хорошо, и он вам это все дает, а потом вы говорите, хотите ли вы чего-то еще, поняли ли вы, что у вас есть какая-то проблема серьезная, ну, более серьезная, или вы просто-напросто сказали, да, все хорошо, спасибо, все понятно, если что, я обращусь еще, вот и все. То есть, не надо усложнять работу, не надо усложнять работу между двумя людьми, не надо. Но я уже могу сейчас сказать, что вы такой, знаете, адаптивный ребенок, адаптивный ребенок, но при этом явно подавляющий свои желания. Я могу сказать, что в некоторой степени вы нерешительны, что вы стеснительны немного. Ну, насколько стеснительны, я, конечно, не могу сказать, но вы стеснительны. Я могу сказать, что вы очень много думаете, и прежде чем это сделать, вы почитаете очень много подумать. Я могу сказать, что вы склонны к самоанализу, я могу сказать, что вы склонны к интроспекции, я могу сказать, что вы интроверт, что вы достаточно много переживаете в себе. Я могу сказать, что ваши родители либо вас очень сильно опекали, и вы были вынуждены уйти от них, в себя уходить, либо подавляли вас, и это тоже принудило вас уйти в себя, либо вы не чувствовали от них эмоционального какого-то тепла и поддержки. Но я могу сказать это, исходя из того, что вы написали. Понимаете? Вот считаете эту проблему, будете ли вы с этим работать или не будете, это вот уже вам мешает, ваш выбор. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!